Основное комплектование дошкольных образовательных учреждений Одинцовского района завершилось весной. Обладатели путевок в сад начали готовиться к новому учебному году. А родители детей, которых в числе счастливчиков не оказалось, стали ждать возможности задать свои вопросы специалистам управления образования. 1 августа двери дошкольного отдела открылись для всех желающих получить нужную информацию. Последних оказалось немало. Некоторые очередь на прием занимали ранним утром, самые отчаянные – накануне вечером. Мы начинаем работать с 9 часов. Мы не приглашаем родителей к 5 утра приходить, чтобы они занимали очередь. Если родители не придут в 5 утра, а придут в 9 утра без 15-9, то работа начнется в своем графике, в своем режиме. Точно так же она будет организована. Кроме того, хочу сказать, что видя эту большую очередь, мы подтянули наших сотрудников, попросили опытных заведующих, чтобы они консультировали родителей, отвечали на те вопросы, на которые они чаще всего задают. Ну, скажем так, расширили на этот период времени такой вот сложный штат наших сотрудников. Очередность ребенка в конкретные садики и изменение их выбора – эти вопросы едва ли не самые популярные у посетителей дошкольного отдела. Чтобы получить на них ответ, можно написать заявление. Ответ придет в короткие сроки на e-mail. Мы постарались организовать таким образом работу, чтобы в кратчайшие сроки за день-два дать ответ на этот вопрос. Весной места в детских садах Одинцовского района получили 2800 детей. Это было основное комплектование дошкольных учреждений. 10 августа завершится дополнительный набор. Путевки получат еще 500 ребят. Приближение этого срока и заставляет паниковать родителей и занимать очередь в управлении образованием «Ни свет, ни заря». И если с утра таких немало, то к обеду в дошкольном отделе практически пусто. С утра была очередь, да, мы пришли к 10 утра, были 304-е. Но вернулись вот к 2 часам, очереди никакой. Весь процесс, как здесь очередь проходила, я не знаю, но по факту в 2 часа приехали, свободы, никого нет. Сейчас каждый родитель, который хочет отдать ребенка в детский сад, может выбрать 3 любых образовательных учреждения. Если же ни в одном из них места не найдется, специалисты управления образованием предложат тот сад, в котором оно есть. Наша задача – предложить все свободные места в нашем Одинцовском районе. У нас есть такие районы, где не такая большая востребованность, детские места есть. Поэтому мы родителям обязаны предложить все свободные места. Мы не можем информацию от них укрыть и сказать, что у нас нет мест, а не у нас есть свободные места. Да, я соглашусь, что родителям, наверное, неудобно, но есть всякие ситуации, скажем, такие форс-мажорные, когда родители вынуждены из-за того, что они выходят на работу, соглашаться и на детские сады, которые не так близко от них расположены. При этом они могут встать в очередь на перевод ребенка в другой детский сад. В ближайшем будущем в Одинцовском районе должно быть завершено строительство трех дошкольных образовательных учреждений. А это значит, что еще несколько сот девчонок и мальчишек, которые не дождались путевки ни весной, ни в августе, наконец-то узнают, что такое детский сад. Евгения Августина, Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.